Старославянские традиции перешли в современный мир. Мастер-классы и гуляния провели на площадке Пихорской фабрики. Наша съемочная группа узнала, как связать куклу-оберег и какие изделия можно создать из пихорского текстиля. Свяжу вот столько. Причем вот эта опушка, это тоже шерсть. Нитки Пихорской фабрики превращаются в одежду, куклы и даже наряды для домашних питомцев. Возле производственного здания собрались любители и мастера вязания. Создать изделие можно не только спицами или крючком, но и на ткацком станке. Кто-то и вовсе обходится без дополнительных инструментов. Это без крючка, безо всего. Вот у нас ручка появилась. Вот у нас. Сейчас мы делаем. Девочка, дай мне нитку. А, вот есть ниточка. Мы просто берем вот так вот. Берем кусочек ниточки. И завязываем. Это не разлучники, а бережные куклы, которые использовались в Древней Руси. Их дарили на свадьбу. В наши дни традиция продолжается, но уже в другом виде. Кукол крепят на капоты свадебных машин. Есть и другие вязаные изделия, которые активно используют в быту. Авоськи и сумки. Экологично, современно, а главное, сделано своими руками. Вы, наверное, в инстаграме видите, да, насколько популярны эти странички, да, и сколько блогеров, которые вот именно рассказывают и показывают, как всё это делать собственными руками. Гости праздника не только узнали секреты искусства вязания, но и поучаствовали в викторине от Пехорской фабрики, посмотрели дефиле создательниц изделий и послушали выступления хора театрального института имени Бориса Щукина. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.